Привет всем любителям стратегических игр, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, и Фераксис сегодня выпустили последних трёх лидеров из дополнения Лидер Пасс. Давайте с ними разбираться. Елизавета I со способностью наследия Дрейка. После того, как у вас появляется флотоводец, максимум торговых путей Англии увеличивается на 2. Кроме того, ваши торговые пути к любому городу-государству дают плюс 3 золота за каждый специализированный район в исходном пункте. Ну то есть, например, у вас в городе гавань, кампус и священное место, значит караван к городу-государству будет иметь дополнительно плюс 9 золота. И, наконец, разорение торговых путей морскими юнитами даёт плюс 100% дохода. Ну то есть, в 2 раза больше, чем все остальные вы получаете. Способности приятные, дополнительные торговые пути, которые к тому же ещё больше золота дают, всегда хорошо. Просто нормальные бонусы для нормальной игры на любой карте и в любой ситуации. Второй лидер Англии из этого пака переработанная Виктория. Если оригинальная Виктория была из эпохи империй, то новая из эпохи пара или эпохи паровых машин. Её способность так и называется и даёт плюс 10% производства в городе за каждую постройку в промышленной зоне этого города. То есть, построили мастерскую в дополнение к её бонусам, получите 10% к производству. Построили фабрику, ещё 10%. Построили электростанцию, ещё 10%. То есть, плюс 30% к производству. Конечно, в полной мере этот бонус раскрывается уже во второй половине игры. Так что, чтобы Виктория не скучала без производства, ей ещё добавили плюс 2 производства для всех стратегических ресурсов. То есть, появился у вас железо, ему плюс 2 производства ещё сверху. Лошади, ещё плюс 2 производства. Чем-то, кстати, похоже на бонус России из пятой цивы, но тут ещё более круче. Там всего один молоточек добавляли, а тут целых 2. Но вот это, честно говоря, выглядит очень мощно. Потому что бонусы к производству, это не просто вы всё быстрее строите. Это, на самом деле, ещё и бонусы ко всему остальному. Потому что вы можете проводить проекты в городах. Научные стажировки в кампусе, например, дадут вам науку. Поэтому и Германия считается во многом научной цивилизацией. Потому что у неё есть много производства в конце. Так что, вот, способность Виктории выглядит очень мощно. Ну и третий лидер, переработанный Харальд Суровый. Теперь он не Канунг, а Варяг. Его способность называется Варяжская Стража. Даёт скидку 75% на мобилизацию юнитов. Ну, то есть, кто не понимает, это если вы союзник города-государства, то вы можете за денежку мобилизовать юниты этого самого города-государства. Кроме того, эти мобилизованные юниты получают культуру, веру и науку за убийство в размере 50% от боевой мощи противника. Это в некотором смысле комбинация способностей, например, Спарты, Горга, которая получает 50% культуры за убийство юнитов. Или Грузии, которая получает 50% веры за убийство. А в целом способность Харальда Варяга похожа на способность венгерского лидера Матвея. Но мне кажется, у венгров всё-таки покруче, потому что, во-первых, при найме войск за Венгрию, те получают плюс 2 посла в город. Поэтому этот город перекупить становится сложнее. Здесь же у Харальда нету никаких бонусов на послов. Во-вторых, эти нанятые юниты получают плюс 5 к боевой мощи и плюс 2 к перемещению. Где какие-либо бонусы на силу у Харальда? Ну и, во-вторых, у Венгра скидка в золоте на улучшение нанятых юнитов. Может быть, в начале и будут какие-то вменяемые юниты у городов-государств, но дальше их же апгрейдить надо. В общем, бонус необычный у Харальда Варяга, но точно не имба, как у того же Венгра. Ваши впечатления от новых лидеров прошу написать в комментариях. Ну, а я хочу заняться предсказанием и думаю, что в апреле, в середине или в конце апреля Фераксис анонсирует следующую силу. Потому что, смотрите, они уже с последними лидерами даже поспешили. Обычно они выпускали по паку в месяц, а тут через две недели после предыдущего. Ну, и это уже последние лидеры. Так что я бы сказал, что, скорее всего, в апреле будет анонсирована следующая цива, а выйдет она к концу года, наверное, в ноябре или декабре. С чем вас всех и поздравляю. Ну, конечно, надо дождаться уже официального анонса. Ну, и традиционно у меня в сообществе проходит голосование за какого из новых лидеров мне сыграть на уровне сложности божество. Пожалуйста, проголосуйте. В отличие от выборов в России, у меня ваш голос важен. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живя Беларусь. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.